Илита Арксплюй Продакшн представляет. Или нет? Стоит ли другим его собирать? Или нет? Но! Вначале немножко предыстория. Примерно где-то год с половиной или два года назад, да, я выкладывал летсплей, там играл за снайпера. И просто так по фану собрал ему Этериал Блейд. Само собой, в первую очередь для его ультимейта. И само собой, мне это невероятно понравилось, там просто враги разлетались. Но я уже забыл про эту связку, забыл про снайпера вообще. И я делаю ставки на Дота 2 Лаунж, именно из-за этого смотрю турниры, некоторые игры турнирные, да. И на днях, там я увидел, игра была, был снайпер, и скорее всего, по-моему, против него был Джаггернаут. Но! Снайпер собрал Этериал Блейд. И я вспомнил о Беллом. У меня прям слеза такая, псс, псс, прям полилась. Я подумал сделать такой видос. Но в той игре турнирной, он неправильно использовал Этериал Блейд. Он просто его кидал и все, там кинул, побил с руки, там. Ну сначала побил с руки, кинул и убежал, там другие дела начал делать. Но сейчас суть в другом. Но сначала, давайте мы вспомним, какие преимущества этого предмета. Какие плюсы у этого предмета. Во-первых, это призрачная форма. Ну, которая может защитить нас от физического урона. Ну, смысла в этом, конечно, мало. Во-вторых, это плюс 40 ловкости и их другим характеристикам. Немножко увеличивает скорость атаки, потому что увеличивается ловкость. И дополнительный урон при использовании, который зависит от нашей ловкости. Это, безусловно, плюс. Но, суть связки, в первую очередь, в чем. Мы используем Этериал Блейд и ультуем сразу же. В итоге у нас магический урон увеличен на 40%. Правильно? Правильно. И наш ультимейт имеет магический урон, профит. Само собой, это нужно делать, когда враг более-менее близко к вам. То есть, если он будет здесь убегать, мы ультанем. Мы, конечно же, не сможем кинуть Этериал Блейд. Естественно. Еще раз показываю вам. Ультуем без Этериал Блейд. Ну, это что-то, как муха накакала ему на голову. Что-то черное пятно, смотрите. Вот видите, черное пятно. Это реально смех. А теперь, с Этериал Блейд. Само собой, сначала он наносит урон. Потом увеличивает урон еще магический. И там уже наша ульта наносит урон. Дайм, ультуем. Видите, нам времени вполне хватает, чтобы прицелиться и ультануть. Вот это уже так хороший урон. Вот такой вот у нас предмет. Поэтому, пишите в комментарии, понравилась ли вам связка или нет. Попробуете ли вы сыграть с этим предметом за снайпера. И как вам вообще и сама идея. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.